Слово нужное, слово вдохновенное. Господи, благослови в всяком пении, в всяком исполнении гимнов. Да будет имя Твое пославлено в нашем собрании. Вечный Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Мои дорогие братья и сестры, споем гимн номер братья Вселикуте, номер 157. Братья Вселикуте, славный день настал. Сестры, торжествуйте, Бог нам радость дал. Некогда чужие, мы теперь друзья. Близкими мы стали, кровью креста. Громко пойте, Аллилуйя, громко пойте, Аллилуйя. Бог нас спас и оправдал, Бог нас спас и оправдал. Наши имена, навеки наши имена, навеки в книгу жизни записал, навеки записал. Ныне приступили, не к седаю мы. Нас уж не пугают гром и молнии. Слово благодати слышим за креста. Громко пойте, Аллилуйя, громко пойте, Аллилуйя. Бог нас спас и оправдал, Бог нас спас и оправдал. Наши имена, навеки наши имена, навеки в книгу жизни записал, Наши имена, навеки в книгу жизни записал, Верой и любовью мы теперь живем, Не обытой кровью небесам идем. Светлая надежда веселит сердца, Громко пойте, Аллилуйя, громко пойте, Аллилуйя. Бог нас спас и оправдал, Бог нас спас и оправдал, Наши имена, навеки наши имена, Навеки в книгу жизни записал, Навеки записал. Мы стоя выслушаем служение хора, пожалуйста. Бог нас спас и оправдал, Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ 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 через кровь Иисуса Христа. И в последнем куплете другие слова мне очень тронули о том, что верой и любовью мы теперь живем и омытой кровью к небесам ведем. Когда мы вникаем вот эти слова, я думаю, что нам есть за что благодарить Господа. Аминь. Хотелось бы сегодня вместе с вами поразмышлять и вместе будем молиться. И вместе будем благодарить нашего Господа сегодня. В одном большом городе жил один мальчик. В этом городе было очень много церквей. Этот мальчик ходил в одну церковь, которая находилась дальше всего от его дома. В один день учительница воскресной школы встретила этого мальчика, которая работала в церкви, которая была недалеко от его дома. Она встретила этого мальчика и спрашивает, «Скажи мне, пожалуйста, почему ты ходишь так далеко в ту церковь? Ведь здесь рядышком есть церковь. Приходи к нам». Ответ мальчика был очень короток. Он сказал, «Меня там любят». «Меня там любят». Как бы я хотел, чтобы о нашей церкви так сказали. Я думаю, что каждый из нас хотел услышать бы такие слова. «Меня там любят». Сегодня о любви написано очень много гимнов. О любви сегодня написано очень много стихотворений. Сегодня даже мир, он делает большой акцент на любовь. И он предлагает любовь. Но эта любовь, она совершенно не та, которую предлагает нам сегодня Господь. Эта любовь совершенно не такая, какую возлюбил нас с вами Господь. Давайте мы прочитаем несколько стихов из Священного Писания. Записано в Евангелии от Матфея, 22 глава. Прочитаем с 37 по 39 стих. Матфея, 22 глава, 37 по 39 стих. Даже с 36. «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим, сияя из первой наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Еще одно место тоже в Евангелии от Матфея, 5 глава, 44 стих. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Есть множество мест, также и в Священном Писании, которые говорят нам о любви, о любви Божьей. Вы знаете, люди сегодня в этом мире любят, только потому что они надеются что-то получить взамен. Любят из выгоды. К большому сожалению, сегодня даже очень много молодых девушек, когда они ищут спутника жизни, они не молятся, они не просят Господа, чтобы Он послал им того единственного. Они ищут, кто богатый, кто состоятельный. Это та любовь, о которой сегодня мир говорит. Это та любовь, которую мир предлагает сегодня. Но Господь призывает нас к другой любви. Любви жертвенной. Любви безусловной. Потому что Бог, Он изначально возлюбил нас. Безусловно. Без всяких условий. Нас, когда мы были грешниками, когда мы были погибшими, Он возлюбил нас. И сегодня, когда я не слушаюсь Бога, когда я, может быть, спотыкаюсь, падаю, Он все равно любит меня. Бог ненавидит грех, который я, может быть, совершаю, но Его любовь не заканчивается. Потому что Его любовь, безусловно. Евангелие от Иоанна написано, «Сияясь заповедь моя, долюбите друг друга, как Я возлюбил вас». Братья и сестры, это не просто какой-то подпункт какой-то заповеди. Это конкретная заповедь Господа Иисуса Христа всем нам. Я бы хотел, чтобы каждый из нас вот эту заповедь принял к себе лично. Не просто в общем, как к нам, к церкви, но к себе к лично. И Иисус обращается ко мне лично, в первую очередь, и к тебе, дорогой друг, «Люби, как Я возлюбил». И в этой заповеди Господь ставит для нас какую-то цель, какую-то планку, из чего мы должны достичь. Да, по-человечески мы любим, но Господь хочет, чтобы мы любили так, как Он возлюбил нас. И эту цель Он ставит для каждого из нас. И заповедь заключается не в том, чтобы принимать любовь ближнего своего, а в том, чтобы отдавать любовь. Вот в этом и секрет Божьей любви. Отдавать любовь. И в прошлое воскресенье мы с вами вспоминали, вспоминали страдания нашего Господа Иисуса Христа. Это были видимые знаки Божьей любви к нам. Вы знаете, Господь не просто сказал, что Он любит нас. Господь доказал свою любовь на деле. Представьте себе, если бы Господь говорил, «Я люблю тебя, я люблю тебя», точно так же и мы в жизни очень часто говорим, «Я люблю тебя». Но на самом деле это искренняя, настоящая любовь. Она проявляется тогда, когда мы доказываем свою любовь на деле к своему супругу, к своей супруге, к своим детям, к своим ближним, в церкви. Тогда, когда мы ее доказываем на деле. Бог возлюбил нас любовью Агапы. Именно такой любовью Он хочет видеть в нас. Бог не ставит нам никаких условий. Бог не хочет от нас ничего. Он не хочет, чтобы мы чего-то зарабатывали, достигали. Он нас просто любит, потому что Он есть любовь. И Иисус сказал, «Любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы любите друг друга». Бог, Иисус, ожидает, что мы будем любить друг друга, так как Он возлюбил нас. Мы будем готовы отдать друг за друга свою жизнь. И вы знаете, здесь работает принцип сеяния жатвы. Чем больше ты будешь отдавать любовь, тем больше ты будешь ощущать ее. Для того, чтобы ощутить любовь, нужно изначально, чтобы ты посеял любовь. Для того, чтобы ощутить любовь, нужно, чтобы эта любовь прошла через тебя, и тогда ты ощутишь любовь. Любовь, которую Господь предлагает, любовь, которую Господь ожидает от нас с вами. Мы не можем сегодня сказать брату или сестре написано «Возлюби ближнего твоего, почему ты меня не любишь?» Мы не можем так сказать, потому что Писание призывает лично меня, говорит, «Возлюби ближнего твоего вначале». И потом ты посеешь, и затем ты пожнешь тоже любовь. Чем больше отдаешь, тем больше принимаешь. И в Деяниях 20 глава 35 стих написано, что «Блажение давать, нежели принимать». Блажение отдавать любовь, нежели принимать. Давайте сегодня проверим себя. Люблю ли я своего ближнего, так как учит меня Господь. Если сегодня кого-то спросить, того человека, который, может быть, недавно ходит в нашу церковь, почему ты ходишь в эту церковь? Услышим ли мы ответ, потому что меня там любят? пусть Господь благословит нас в том, чтобы мы проверили самого себя и ответили себе «Люблю ли я? Люблю ли я так, как этого хочет Господь?» Давайте будем вместе познавать великую Божью любовь. Давайте будем распространять ее здесь, в этом городе, среди этих соседей, которые живут вокруг нас, чтобы они, видя эту любовь, они хотели прийти сюда, чтобы ничего не могло удержать их, только закрытые двери. Пусть Господь благословит нас в том, чтобы мы могли быть теми распространителями любви Божьей здесь, в этом городе, в этой стране. Давайте мы сегодня встанем, поблагодарим Господа за то, что Он изначально возлюбил нас, и также попросим Его, чтобы Он помог нам, любить. Слава Ему за это. Аминь. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Братья и сестры, брат Григорий хочет что-то сказать церкви и помолиться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прошу вас прощения... Разные мысли приходили... Продолжение следует... 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 Просим Тебя, благослови брата Григория, благослови его семью, пусть в этом будет прославлено Твое имя, наш Бог. Аминь. Господь дорогой, я также благодарю Тебя за этот день, благодарю Тебя за служение, благодарю Тебя Господь за Слово Твое, за то, что Ты мне напомнил о том, как я должен любить. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты прежде возлюбил меня. Господь, Ты оставил в своем слове заповеди, Господь. Ты оставил свой личный пример, Господь, на страницах Библии. Как мы должны жить, как мы должны любить, Господь. Помоги мне лично, Господь, любить этой безусловной любовью, Господь. Слава Тебе за то, что Ты возлюбил меня, и Ты спас меня, подарил мне жизнь вечную, Господь. Помоги мне стремиться и дойти до той вечности, Господь, которую Ты приготовил для каждого из нас. Все это прошу во имя Иисуса. Аминь. Дорогие братья и сестры, вы знаете, что у нас вчера были похороны. Сестра Алина Варварюка пришла к Господу. Ей было 41 год, остались двое детей, муж. И так она переживала, жила на этой земле, так Господь ее отозвал. Вчера были похороны здесь. И вы знаете, мы сегодня так решили с братьями сделать два сбора. Один общий мы сбор сделаем, потом споют там, у нас есть дуэты. И после этого мы еще один сбор для их семьи сделаем. Поэтому у кого есть расположено сердце, обычно мы не делаем сборы, но знаете, всегда и в Библии есть исключение. Все-таки молодая, ну, сестра наша в Господе, не так бывает у нас часто. Так уже когда отходят наши братья и сестры, 70-80 лет, кто больше жил. У меня мама уже, вон, 91 год живет, слава Богу. Поэтому, знаете, вот так. Поэтому кто захочет участвовать, мы поучаствуем в этом деле. А мы сейчас споем, тогда вставшись, споем, приготовимся, я помолюсь. И мы споем 248-й. И нам аккомандировать будет Даниил и Вика. Пожалуйста, мы помолимся. Господь наш и Бог наш, мы благодарим Тебя, Господи, что мы церковь. Что мы, Господи, должны как-то любить друг друга, поддерживать. Вот, Господи, Боже наш, Ты знаешь, и переживания, Господи, и в семьях. Вот, и сестра Алина пришла к Господу. Мы благодарим Тебя, что Ты ее принял в свои обители. Она ходила в Господи, служила Тебе, любила Тебя, молилась Тебя, надеялась на Тебя. Господи, мы просим, благослови этот сбор для церкви, тот сбор, другой пошли милость Твою благословение. Благодарим Тебя, что Ты даруешь нам работу и все необходимое для жизни и благочестия, пищи, одежды и крови над головой. Слава Тебе, благодарность за все. Бог наш. Аминь. 248, пожалуйста, они сейчас подготовятся, пожалуйста. Готовы? Люблю я, Господь, Твой дом, чертог любви Твоей. Люблю я, Церковь, весь людей и скуплены Христом. Люблю я, Церковь, весь людей и скуплены Христом. Люблю предвечный Бог, я, Церковь Твой Алмаз. И как зрачок лучистый глаз, пронишь ее порой. И как зрачок лучистый глаз, пронишь ее порой. Я, Церковь, весь людей и скуплены Христом. 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 Садитесь, пожалуйста, у нас, пожалуйста, будет час-дри его играть. Продолжение следует... 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 Им я смело отражаю, И слушение врага, И в песня я возвещаю, Как спасены им слугам. Слово, путь я освещаю, Если он в нас не идет, И для сердца обречаю Наши скорби и забав. Для меня, Господи, Слово, Местник вечного добра, Лучше свеча золотого, Лучше плана серебра. Дорогие друзья, я хотел бы несколько слов сказать, обратиться к церкви и сказать несколько слов от лица родственников Стреллины. Несколько слов благодарности, спасибо всем, кто участвовал. Вот были служения здесь и в пятницу были, и вчера были служения. Я хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал. Многие откликнулись для того, чтобы помочь, для того, чтобы как-то разделить страдания. Мы сейчас еще споем пение одно перед проповедью. Но сейчас я еще хотел несколько слов сказать, потому что в отношении того, что мы обращались, мы просили у кого есть возможность, чтобы откликнуться, помочь с похоронами. Но с другой стороны, братья и сестры, мы тоже обеспокоены в том, что у нас как-то вот происходит так, что мы не готовимся. Даже Библия говорит, готовь себя нужное для переселения. И мы создаем нехорошую ситуацию, когда мы вот, ну, готовимся ко всему, только не к последнему пути. Нужно готовиться духовно, нужно готовиться физически. И поэтому нам нужно просто думать. Нужно думать молодым, нужно думать пожилым. Это легко сделать, я еще буду позже говорить и объяснить могу, как это сделать. Это несложно сделать. Любой из нас может приготовиться к нашему окончательному переселению. И, знаете, даже пенсионерам, в принципе, в последнее время не все покрывает. Даже государство не все покрывает. Поэтому нам нужно думать об этом, и никто не сможет с этим справиться, чем каждый лично из нас. Церковь откликается, когда есть нужда, когда есть срочная нужда. Обычно мы не делаем. Для нас это исключение, вторые сборы. Это всегда вызывает болезни в народе. Это всегда вызывает болезни в народе Божьем. Мы это понимаем. Потому что начинаются разговоры. Но, друзья, я просто беру это время для того, чтобы как-то побудить, чтобы, во-первых, разговоров не было, чтобы мы молились друг за друга. А, во-вторых, чтобы мы понимали, что нам лично всем нужно готовиться к нашему времени. Мне нужно готовиться, любому нужно готовиться. Без разницы, здоровы или нет. И это кое-что можно сделать сегодня. Поэтому, друзья, я хотел бы просто призвать к пониманию, призвать к тому, что вот мы сделали это. Но давайте будем понимать, что это исключительная мера, когда нам бывает, знаете, иногда просто некуда деваться. Я надеюсь на ваше понимание. Пусть Бог благословит каждого. Пожалуйста, ощупение. Братья и сестры, давайте мы стоя споем «Единый врач явился нам». Три стиха. Первый, второй, третий. А потом проповедь будем слушать. Единый врач явился нам, Единый Искуритель. Мир сокрушенным дал сердцам, Распятый мой Спаситель. Лучше ты мне дал удел, Чаять я его не смел, Чтоб хвалу твою я пел, Иисус Спаситель. Он все грехи твои простил, Твой любящий Спаситель. Он дом отца тебе открыл, Он дом отца тебе открыл, Небесную обитель. Лучше ты мне дал удел, Чаять я его не смел, Чтоб хвалу твою я пел, Иисус Спаситель. Тебя я вечно восхвалю, Воскресший Ииспавитель. И имя так твое люблю, Мой Бог, мой Царь Спаситель. Лучше ты мне дал удел, Чаять я его не смел, Чтоб хвалу твою я пел, Иисус Спаситель. Пожалуйста, садитесь, братья и сестры. Дорогие друзья, сейчас нам нужно переключить наше внимание на Слово Божье. Давайте мы опять обратимся к Слову Божьему. Поэтому я хотел бы сегодня, сегодня наше внимание затронуть или подвести под одну очень интересную книгу Ветхого Завета. Я, как может быть, даже уже несколько раз проповедовал из этой книги, и хочу несколько проповедей сказать подряд из именно этой книги. Книга пророка Ионы. Я хотел бы тоже, чтобы мы с вами обратили внимание на то, что Господь призывает нас, Господь призывает свою Церковь, Господь призывает всю свою Церковь к тому, чтобы возвещать спасение Иисуса Христа всем народам. Это конкретное повеление Иисуса Христа, Церкви, Его ученикам, чтобы мы могли участвовать в том, чтобы благовествовать или говорить о Евангелии Иисуса Христа всем народам. Это наша прямая обязанность, за которую, в принципе, Церковь будет отчитываться перед Господом Иисусом Христом. Хотим мы этого или не хотим, но будет время, когда мы предстанем перед Иисусом Христом. Поэтому лучше бы, чтобы мы хотели предстать перед Иисусом Христом. И Он спросит с нас, как мы поступали относительно того, что Он поручил нам делать. Я сегодня хотел бы обратиться вот к этой ветхозаветной книге одной и разобрать первую главу из этой книги, которая говорит о призвании Божьем. Я хотел бы, чтобы мы с вами обратили внимание на книгу пророка Ионы. И вот в субботу у нас будет миссионерская конференция здесь. Эта миссионерская конференция будет проходить вместе с нашим американским объединением. И там будет участвовать много церквей в Миннеаполисе, которые входят в это объединение. Это будет на сегодняшний день самая большая такая миссионерская конференция, которую объединение наше делало. Вот так получилось, что откликнулись все. Поэтому я призываю, приглашаю всех, кто желает, приходите. Это будет все, естественно, на английском языке. Но если нужен будет перевод, мы позаботимся, чтобы у нас был перевод уже с английского на русский, кому нужно будет. Я сегодня хочу начать проповедовать с первой главы книги пророка Ионы. На конференции буду проповедовать со второй главы. Ну и потом еще с третьей главы чуть позже скажу. Поэтому, друзья, вот несколько вот таких вот моментов. И на миссионерской конференции представьте себе, буду говорить, тема моя в очреве кита. Что можно сказать миссионерского? Если хотите знать, приходите и услышите. Ну а сейчас давайте мы обратимся к Слову Божьему. Я предлагаю для самого начала прочитать всю главу. Книга пророка Ионы, первая глава, с первого стиха. Пожалуйста, братья, высветите текст. И было слово Господне к Иону, сыну Амафиину. Встань, иди в Неневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию и нашел корабль, отправляющийся в Фарсис. Отдал плату за провозы и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу. И стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. И он уже спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему, что ты спишь? Встань! Воззови к Богу твоему, может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем. И сказали друг другу, пойдем бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда. И бросили жребий, и пал жребий на Иону. Тогда сказали ему, скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие и откуда идешь ты? Где твоя страна и из какого ты народа? И он сказал им, я еврей, чту Господа Бога Небес, сотворившего море и сушу. И устрашились люди страхом великим, и сказали ему, для чего ты это сделал? Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. И сказали ему, что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас, ибо море не переставало волноваться. Тогда он сказал им, возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас. Ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря. Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли. Потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они к Господу и сказали, молим тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь неевинную. Ибо ты, Господи, соделал что угодно тебе. И взяли Иону, и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертвы, и дали обеты. Аминь. Вот такая история. Вначале несколько слов хотел бы сказать об этой книге. Вы обратили внимание, наверное, на то, что эта книга среди других пророческих книг, она занимает, скажем так, уникальное какое-то место, не правда ли? Вот посмотрите, есть книга пророка Амоса, есть книга пророка Наума, есть книга пророка Аввакума. В тех проповедях больше непосредственно проповедей самих. Там больше видений каких-то, там больше каких-то слов Господа, произносения судов на народы, на народ израильский, может быть. Здесь, в этой книге. Это особенная книга, потому что среди других пророческих книг она отличается тем, что эта книга просто рассказывает историю о пророке. Она повествует нам о человеке по имени Иона. Это история пророка. Это история пророка, который не мог понять одного урока. Цель этой книги показать действия Божьи в истории. Цель этой книги показать то, что Бог имеет суверенитет над всеми народами. Несмотря на то, что Израиль понимал и принимал, и очень хорошо, вот им это очень нравилось, что они особенный народ, избранный народу Бога. И это действительно так, и Библия об этом говорит. Но эта книга показывает, что в дополнении к тому, что Израиль это особенный народу Бога, избранный народ Божий, Бог тоже имеет милость свою и любовь свою и к другим народам. Он любит и другие народы. И более того, у Израиля даже есть... У Израиля было особое поручение от Бога по отношению к другим народам. Смотрите, в этой истории также показан Бог, который заинтересован в миссионерском движении, в миссионерском служении задолго до того, как его люди, как Божий народ начинает понимать необходимость и важность такого служения. Идти и говорить о спасении, которое возможно в Боге. Как я уже говорил, это вот отличается книга по своему характеру. Это другая книга среди других пророческих книг. И она находится среди малых пророков, как мы... Вот посмотрите, вот перед книгой пророка Ионы, книга пророка Амоса, книга пророка Авдия, после нее книга пророка Михея. То есть другие пророки, так называемые малые пророки находятся. И она, опять же, показывает что-то другое. Это история. Это история пророка Ионы. Она задает очень много вопросов. И, в принципе, самый главный вопрос находится в этой книге. Последний стих этой книги, смотрите, 4.11. Иона 4.11. Бог задает вопрос пророку. «Мне ли не пожалеть Ниневи и города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» Бог задает вопрос. «Должен ли народ Божий заботиться только о себе? Или же, понимая сердце Бога, заботиться о погибающих грешниках тоже, потому что Бог заинтересован, чтобы все люди спаслись?» Итак, давайте мы посмотрим немножко ближе на... посмотрим, обратим внимание на эту первую главу. Я хотел бы, чтобы мы, рассуждая над этой первой главой, я назвал ее «бегство от Бога». Потому что это то, что делает пророк. Это то, что делает пророк, когда Бог его призывает, вместо того, чтобы идти послушно сказать «Да, Господи!», он убегает от Бога. Давайте, когда мы будем читать, просматривать, думать над этой главой, давайте будем смотреть внутрь каждой самого себя. Как я поступаю? Когда Бог зовет меня что-то делать, как я поступаю? Кто такой Иона? Иона – пророк, как мы прочитали. Вот смотрите, было слово «Господник Иону, сыну Амафиину». Если вы обратите внимание на 4-ю книгу царств, 14-й стих, 14-я глава, 25-й стих, 4-я царств, 14-25, есть там одно упоминание о Ионе. Смотрите, он, то есть речь идет о Иеравааме, восстановил пределы Израиля от входа в Ямаф до моря, пустыни, по слову Господа Бога Израилева, которую он изрек через раба своего Иону, сына Амафиина, пророка из Гавхефера. Итак, Иона был пророком в Израиле. Более того, Иона был не просто таким пророком, например, как пророк Амос, а он был при царе. В Израиле был род так называемых царских пророков, которые находились на службе у царя, которые как-то, ну, своего рода, может быть, были даже советниками царя, которые подсказывали царю принимать, может быть, какие-то правильные решения. Если вы вспомните, я просто напомню, помните, вот, конечно, этот пророк, он не был на службе у царя, но Елисей, вспомните Елисея. Елисей не был на службе у царя, но он давал советы царю. Ион даже говорил, вот там засада, не ходи туда, вот там замышляют. Помните, вот, когда читаем историю Елисея, там это есть. Так вот, Иона, похоже, что состоял на службе у царя Иераваама. То есть он был, принадлежал таким царским пророкам. Другие пророки, например, если взять пророка Амоса, написано, я был пастухи, собирал сикамора, но Господь взял меня от овец и сказал, иди пророчествуй. То есть Амос был другого рода пророком. А вот Иона, Иона, пророк, царский пророк, он находится близко ко двору царя, он вхож к царю. И вот здесь, смотрите, слово Господне к Иону, к Ионе, сыну Амафину, встань, иди в Ниневию, город великий. Теперь у меня вопрос, друзья, что Бог призывает сделать Иону? Бог призывает Иону что-то сделать. Что? Проповедовать. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем. А почему проповедовать? Написано дальше, ибо злодеяния его дошли до меня. Вы когда-то думали, вот почему вот Бог, вот такая реакция у Бога? Казалось бы, злодеяния народа дошли до Бога, и Бог должен разгневаться. Бог должен излить ярость гнева своего. Посмотрите, какой у Бога ответ. злодеяния доходят до небес, а Бог в ответ говорит, иди и проповедуй, иди и предупреди, иди и расскажи, иди и объясни, что ждет за эти злодеяния. То есть, посмотрите, вот опять же, это показывает нам Бога, это показывает характер Бога, какой Бог на самом деле. что Он не наказывает. Вот так, просто так. Он предупреждает. Он долго терпит. Он не желает смерти грешника, Он не хочет, чтобы кто-то погиб. И вот здесь Он посылает Иону, Он призывает Иону. Вопрос такой. Итак, мы поговорили, кто был Иона, мы видим, что у Иона есть призвание, или Бог призывает Иону. А какой ответ мы видим со стороны Ионы? Конечно же, Иона, будучи пророком, будучи мужем Божьим, должен был бы встать и пойти и сказать, да, Господи, вот я, пошли меня. Так, как когда-то Исаия сказал. Мы это видим в Ионе? Нет. Мы видим что-то другое. Написано, что встал Иона. Хорошо, первое действие, встал. Он услышал, он встал. Но он встал не для того, чтобы идти туда, куда Бог сказал, он встал для того, чтобы убежать. Посмотрите, чтобы убежать фарсис от лица Господня. Интересно, что пророк понимает то, что Бог говорит ему. Это не то, что он не понял слова. Это не то, что он, может быть, где-то не дослышал. Он понимает, что Бог говорит, но он решает отправиться в противоположном направлении. Для того, чтобы направиться в Ниневию, ему нужно было пойти на север и потом на восток. Что делает Иона? Он идет на запад. Он идет в Иопию, которая была недалеко от нынешнего города Хайфа. Портовый город. Он идет в Иопию. Берет себе билет для того, чтобы убежать в Таршиш или в Тарсис или в Фарсис. Разные переводы по-разному это говорят. Мы не знаем, где этот город Фарсис на самом деле. Не сохранилось от него воспоминаний особенных. Но тем не менее, мы знаем то, что он решил убежать. Фарсис. Единственное есть упоминание такое в Библии. Это 3 Царств 10.22, что написано так. У царя, речь идет про Соломона. У царя был на море фарсиский корабль с кораблем Херамовым. Три раза в год приходил фарсиский корабль, привозивший золото и серебро и слоновые кости, обезьяны, павлинов. Скорее всего, фарсис находился в Испании. Вот если представите себе карту. Вот здесь вот Израиль. Я показываю с вашей стороны, чтобы вам было удобнее. Вот если здесь Израиль, да, вот здесь вот берег Испании, Средиземное море, то надо проплыть все Средиземное море, может быть, минуя острова Крит и Кипр, и вот доплыть до Испании, до берегов Испании. Вот представьте себе намерение пророка. Бог призывает, ты иди на восток, он идет на запад. Совершенно в другую сторону, совершенно в противоположном направлении. Интересно, мы, когда видим это, нам нужно задать вопрос. Почему пророк так поступает? В конце концов, он же Божий служитель, он же пророк. Почему он так поступает? Почему он убегает? Что-то тут не то. Что-то тут не то. Я думаю, что мы можем сказать, что пророк проявляет непослушание, и пророк не должен делать это. И вопрос, что заставило? Что заставило пророка бежать от Бога? Почему он решил бежать от лица Господня, как здесь написано, да? Почему он решает убегать от лица Господня и бежать в фарсис вместо того, чтобы спешить исполнить волю Господню в Неневе? Может быть, мы могли бы сказать, ну хорошо, его заставило бежать от лица Господня. Ну, наверное, страх может быть. Если подумать о Неневе, пункт назначения и он, и Неневе. Что за страна Неневе? Какой город Неневе? Неневе это столица, или самый большой город, или столичный город Ассирийской империи. Ассирийцы были известны очень большой жестокостью. Они были известны тем, что это был сильный народ, сильная империя. Они захватили много государств. Придет время, и после того, как Иона будет совершать свое служение, после Ионы, после некоторых других пророков, после некоторых других царей, Израиль будет разрушен именно Ассирийской империи. Приказы о разрушении Израиля, Самарии, я говорю о Северном царстве, о Десяти коленах, поступят именно из Неневи, и куда Бог хотел отправить Иону. Именно из Неневи придет позже разрушение, но Бог в своей милости посылает сейчас, в данный момент, Он посылает пророка в Неневию. Неневия была таким вот сильным городом, столицей очень сильного государства, жестокого государства, грешного государства. И вот здесь мы видим то, что Бог проявляет свою милость. Ну, можно было бы сказать, возможно, Иона испугался. До сих пор было все хорошо, было нормально, он совершал служение пророка, все было вроде бы нормально, но сейчас Бог призывает его идти в самую столицу тех, кто скоро будет врагами, тех, кто угрожает многим другим странам. Иона, наверное, испугался. Но если мы посмотрим внимательно на эту даже первую главу, мы, смотрите, видим, что Иона не был трусом. Посмотрите на 12 стих. Здесь речь Ионы или слова Ионы, которые Он говорит корабельщикам, когда возник шторм на море. Тогда Он сказал им, возьмите Меня и бросьте в море, и море утихнет для вас, ибо Я знаю, что ради Меня постигла вас эта великая буря. Иона не был из трусливых, не боялся, чтобы его выбросили. То есть, похоже, это не страх, может быть. Но почему же Иона решает убежать от лица Божьего? Почему он решил убежать от лица Господня, как здесь написано? Интересно, что... Как вообще он хотел убежать от лица Господня? Давайте здесь на секунду остановимся и просто поговорим. Вот это понятие, лицо Господне. Как это понять вообще? Если вас спросят дети, внуки, если вы спросите детей, как они понимают это слово, лицо Господне? И что оно означает? Если внимательно посмотреть на этот термин, лицо Господне, это означает быть, находиться в присутствии Господнем. Это значит находиться рядом с Господом, это значит находиться прямо перед Ним. С другой стороны, мы знаем другой стих, который говорит, что очи Господа обозревают всю землю. То есть от Бога невозможно скрыться, во-первых. Но в данном случае, находиться перед лицом Господнем, значит находиться в присутствии Господнем, исполняя то, что Бог повелевает. То есть тогда, когда я нахожусь перед лицом Господнем, чтобы Бог смотрел на меня с улыбкой, с радостью, чтобы Он радовался обо мне. То есть находиться в присутствии Господнем, это значит осознанно находиться перед Богом, это значит приветствовать Его, это значит открыть сердце свое перед Ним и понимать, что Он хочет. И делать то, что Он хочет. Интересно, если мы посмотрим на нас с вами, в данном случае, думая о присутствии Господнем, думая о том, как мы приходим пред лицо Господня. Знаете, и Псалмопевец говорил, что его желание было находиться перед лицом Господнем. А что по поводу нас в присутствии Господнем? Как вообще Иона здесь решил бежать от лица Господня или от присутствия Господня? Почему вообще хоть кто-то решит бежать от Бога, от его лица? Я думаю, если мы посмотрим на себя, если мы посмотрим на Библию, если мы посмотрим на историю человечества, мы можем сказать, что это начиналось еще в Едеме. После того, как у людей было общение с Богом, после того, как люди находились в присутствии, в непосредственной близости с Богом, беседуя с Ним, находясь с Ним, люди захотели стать Богом. Помните, что говорил змей? «Если ты вкусишь этот плод, то будете как Боги, зная добро и зло». Где-то, может быть, вот это состояние для людей всегда является искушением в какой-то мере, мне кажется, что для тебя и меня, дорогой друг, дорогой брат, сестра, для тебя и для меня всегда есть искушение, что я хочу делать не то, что Бог просит, но я хочу делать то, что я хочу. Я хочу делать то, что мне хочется. И я, может быть, не обращаю внимания на то, что Бог говорит, но делаю то, что я могу сделать сам. И тогда, когда я так поступаю, я объединяюсь со змеем, который убедил меня в том, что я смогу сам что-то сделать, что я смогу оставить славное присутствие лица Божия и что-то делать своими собственными силами. И мы очень часто, друзья, не пребываем в присутствии Бога, стараемся жить религией. О чем я говорю? Друзья, вот даже мы сегодня здесь собрались на этом месте. У нас есть определенный порядок, у нас есть определенные действия, и слава Богу, что у нас есть какой-то порядок. Но в то же время всегда для нас есть искушение даже в богослужении. Вместо того, чтобы подумать и испытать присутствие Божье на этом месте, как когда-то сказал Иаков в Вифиле, после того, как он проснулся, видел сон, здесь дом Божий, здесь врата небесные, а я не знал, что это место свято, друзья, вместо того, чтобы вот это пережить и сказать, очень часто довольствуемся тем, что мы пришли, отметились, и даже не послушав Слова Божия, просто ушли. Казалось бы, вы можете сказать, ну что, тебе не нравится, радуйся, что мы хоть здесь. Да. Друзья, но Иисус Христос умер не просто для того, чтобы ты и я добавили к списку дел закона еще одно какое-то дело. И Иисус Христос умер для того, чтобы твое сердце полностью принадлежало Богу, чтобы мое сердце полностью принадлежало Богу. Желание Бога, чтобы ты не только отдавал Ему время два часа в воскресенье, на что бы всю неделю ты принадлежал Ему. Желание Бога в том, чтобы иметь с тобой добрые отношения. И Иисус Христос умер для того, чтобы примирить тебя с Богом, чтобы принимая жертву Иисуса Христа, ты мог быть частью Божьей семьи, Его дочерью, Его сыном, чтобы у тебя было близкое, близкое, близкое отношение с Богом, чтобы ты не спешил уходить от лица Господня, чтобы ты не спешил уходить от присутствия Божьего, но искал этого не только в церкви, но и дома, не только дома, на работе тоже, не только на работе, но в любой ситуации, чтобы ты искал Бога, искал Его присутствие. Нам очень часто легче, легче даже в церкви подменить это какими-то делами, подменить это какими-то ритуалами, подменить это каким-то, ну я не знаю, тем, даже каким-то привычным действием. Вместо того, чтобы по-настоящему, по-настоящему пережить Бога. Знаете, рассуждая о том, что заставило Ион убежать от Бога, я думаю еще о том, что, знаете, идти в Неневию было непросто, нелегко, это было трудно, и не было, наверное, никакого волнения для пророка. Трудности. Это надо проповедовать, это надо идти, это надо переживать, это надо что-то делать там. Это трудная работа, не так уж много радости в этой работе, это нужно делать, да. И потом еще, может быть, у него были мысли, но они, в принципе, заслуживают наказание, они вот скоро будут нашими врагами, вот уже нарастает эта угроза с Востока, еще придут и завоюют нас, может быть, если я не буду проповедовать, может быть, им и Бог накажет их, может быть, а так, если пойду покаяться, кому надо, чтобы они покаялись, и Бог имел милость к ним, еще придут к нам, и нам придется их вот как-то думать, как вот нам вместе с ними жить, это всегда проблемы лишние, зачем, зачем это надо, я, может быть, утрирую. Мы иногда так рассуждаем, кстати, мы люди, у Бога другое размышление. Почему я так говорю? А вы посмотрите, что говорит Иона в конце, Иона 4 глава 2 стих. И молился он, то есть Иона Господу, и сказал, о Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий, милосердый, долготерпеливый, многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. Иона другими словами говорит, что я знал, что ты так поступишь с ними, я знал, что ты простишь, я знал, что ты будешь добр к ним. То есть он оправдывает то, что он не послушался Бога, тем, что вот Бог хороший, что он это сделает. Не видно в этом какое-то упрямство, непослушание, и гордость со стороны Ионы, какой-то национализм, может быть, даже и гордость какая-то своя. Знаете, вот это напоминает мне, слышал как-то историю такую об одном человеке, которого звали Анкл Зик, дядя Зик. В одном из техасских городов жил дядя Зик, который никогда, ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах не любил признавать, что он был неправ. Вот однажды этот дядя Зик зашел в кузню. И зайдя к кузнецу, он увидел, что на полу было очень много опилок раскидано, там везде были опилки. И вот кузнец до этого, он не знал, конечно, он не знал, что кузнец до этого работал над подковой. И вот он гнул подкову. И эта подкова была, ну, металл, из которого сделана подкова, он был очень, ну, негнущийся, упрямый металл. И он раскалил ее до белая, и все равно сделал то, что нужно было сделать. И бросил эту подкову, еще горячую, и вот только-только-только она из красной превратилась в темную, бросил ее в эти опилки, чтобы она остыла. И дядя Зик, заходя, увидел эту подкову лежащую, и он поднял ее, не зная, что она еще горячая, и тут же бросил. Тут же бросил. Кузнец посмотрел на него и сказал, немножко горячая, правда, Зик? А он говорит, да нет, она не горячая, просто сколько мне времени надо, чтобы посмотреть на подкову? Мне это напоминает иногда нас с вами. Нет, он напоминает Иоанну. Есть определенное упрямство у нас, есть определенная вот такая, знаете, вот твердость какая-то, и Богу иногда приходится использовать различные ситуации для того, чтобы нас исправить. Друзья, мы говорили о том, что Ниневия была трудным местом, непростым местом. Фарсис, с другой стороны, был намного интереснее. Вы посмотрите только, я уже читал о том, что привозили из Фарсиса. Он был заморским местом, там были интересные вещи. В три раза в год приходил фарсистский корабль, привозивший золото, и серебро, и слоновую кость, и обезьян, и павлинов. Кстати, запомните, где в Библии упоминается павлин. Может быть, когда-то пригодится на какой-то викторине. Ну, Третье Царство, 10-22. Но, друзья, смотрите, вот какая-то диковинка, богатство. Интересное что-то есть вот в этом городе. Иону это привлекает. И вместо того, чтобы идти туда, куда его посылает Господь, туда, где трудно, туда, где непросто, на вот этот ассаймент от Бога, который Бог ему дал конкретно, что ты должен идти и проповедовать Нинею. Бог не говорит ему, что ты должен там оставаться. Он сказал, ты иди и проповедуй. Все. Вот это было задание у пророка Ионы. Но, смотрите, Ионе, это в данном случае вот ему гораздо больше нравится идти в Фарсис. Фарсис, где интересно, где есть некоторые другие вещи. Я хотел бы тоже еще отметить еще один момент. И я уже упоминал, что, возможно, у Ионы была национальная гордость. И я думаю, что, если так посмотреть, иногда это тоже у нас с вами проявляется. Национальная гордость заключается в том, что люди говорят, я и мой народ лучше неневитян. Я и мой народ, да, мы избранный Богом народ, мы лучше, чем неневитяне. Бог должен обращаться к нам. А им, ну, если они услышат слово спасение, хорошо, если не услышат, пусть погибают. Я иногда вижу это у нас с вами. Мы иногда склонны считать себя лучше, чем других людей. Мы иногда склонны считать то, что мы и я и мой народ лучше других людей. Как я рад, что Бог думает по-другому. Как я рад, что у Бога, как написано, люди со всякого народа угодны Ему. людей со всякого языка и любой национальности, с любым акцентом, они Ему приятны. И Бог хочет спасать людей. И Он когда-то спас нас. Слава Богу за это. Я хочу сейчас обратить внимание на один момент. Вот это вот, когда мы читаем эту историю, я не знаю, как вы, но когда я читаю эту историю, вот эту первую главу книги пророка Иона, я вижу вот этих людей, язычников на корабле, которые почему-то оказываются в лучшем духовном состоянии, чем Иона. Они лучше поступают, они правильнее поступают, они благороднее поступают, чем Иона. Посмотрите, написано о том, что вот они начали, смотрите, пятый стих, и устрашились корабельщики, взывали каждый к своему Богу, потому что Господь воздвиг на море сильный ветер, Великая Буря сделалась, они стали взывать каждый к своему Богу, мне это уже говорит, что вполне возможно они были из разных народов, у разных народов были разные боги, разные идолы, а вот они начали обращаться к своим идолам, они стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облечить его от нее, они все делают для того, чтобы как-то вот этот корабль сохранить, они все делают для того, чтобы жизнь свою сохранить и этот корабль тоже. Но посмотрите, когда они начинают разговаривать с Ионой, когда они понимают, спрашивают Иону, откуда он родом, кто он такой, и смотрите, 9 стих написано, Иона говорит, я и в речь, что Господа Бога небеса творившего море и сушу, посмотрите их реакцию, и устрашились люди страхом великими, сказали ему, для чего ты это сделал, ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. Иону достаточно было сказать, что он чтит Господа, который сотворил и море, и сушу. В древности, во многих языческих религиях, были боги, которые, ну, бог земли один, бог моря другой, бог деревьев третий, бог неба четвертый. Иона говорит, мой Господь творит всего, он сотворил и море, и сушу. Он настоящий бог, другими словами. Вот даже эти короткие слова люди слышат, и они уже устрашились. У них уже переживания. Они уже смущены непослушанием Ионы своему богу. Посмотрите дальше, они хотят его спасти. Посмотрите, когда Иона говорит им, 12 стих, возьмите меня и бросьте в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая боря. 13 стих, но эти люди начали усиленно грести, чтобы приставить к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. То есть, они хотят его спасти, они хорошие люди. Они не хотят смерти пророка. И дальше мы видим то, что в конце этой главы они обращаются к Богу. 14 стих, тогда воззвали они Господу и сказали, молим тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не вминишь нам кровь невинной, ибо ты, Господи, соделал что угодно тебе. Представьте себе этих людей, которые никогда о Боге не слышали. Здесь встречаются с Ионой несколько слов о Боге, и они уже вот так поступают. После того, как они бросили Иону за борт, море утихло, написано в 15 стихе, 16 стихе, устрашились эти люди Господа великим страхом и принесли, мы можем сказать, жертву. Написано, Господу жертву и дали обеты. Они поклоняются Богу, они признают величие Бога. Они понимают, кто такой Господь, они понимают Его величие, Его силу, Его могущество. В данном случае я хотел бы обратить внимание, посмотрите, контраст, человек Божий, которого Бог призывает на служение, и люди, которые никогда не слышали ничего о Боге. Дорогие друзья, все это прекрасно, и это позволяет нам немножко понять лучше ситуацию, немножко лучше понять жизнь и судьбу и действия пророка Ионы в данном случае. Но я хотел бы сейчас, чтобы каждый из нас посмотрел внутрь, именно внутрь, в свое сердце. Я приглашаю не смотреть налево или направо на соседа или на соседку, посмотреть на свое сердце. Ты можешь сказать, что эта история не для тебя. Ты можешь сказать, что эта история о пророке. Ты не пророк. Ты можешь сказать, что эта история о Израиле, а не Неве. Ты можешь сказать, что ты не живешь в Израиле, ты живешь в Америке. Да. Ты можешь сказать, что ты даже не служитель. Пастор, служители, проповедники, может быть, больше получат пользу от этой истории. Друзья, это история для каждого христианина. Здесь урок для каждого христианина. Мы верим, и так Библия говорит, и мы этому верим, что каждый христианин, каждое дитя Божье, присоединяясь к церкви, получает дар Духа Святого. Каждый христианин получает дар Духа Святого. Это дар Духа Святого для служения. Это не просто для того, чтобы я хвалился, что у меня есть талант, и я могу петь лучше, чем другие люди. Никогда не пою, но это уже другое дело, но по крайней мере талант есть. Или, что я могу делать это, и это, и это, редко делаю, но это уже другое дело. Друзья, Господь дает всем дары. Есть различные служения в церкви, которые равноважны. Дорогие друзья, я хотел бы призвать, чтобы каждый из нас подумал о том, если Господь мне что-то дал, если Господь мне что-то вручил, если Господь меня призывает, что-то делать с тем талантом, который у меня есть, что-то делать с тем даром, который у меня есть, что я делаю с этим? Я мог бы здесь напомнить еще притчу о талантах, которую сказал Иисус, как один господин дал одному пять, другому два, третьему один. И пришло время, когда он вернулся и спросил всех троих, не правда ли, что они сделали с этими талантами. И спросил, и каким был его ответ. Друзья, что Бог тебе дал для того, чтобы созидать церковь? Что Бог тебе дал? Если ты не знаешь, как долго ты хотел узнавать то, что дал тебе Бог, хочешь ли ты знать, что дает тебе Бог? Какой твой ответ? Принял ли ты призыв Божий, или ты избегаешь его? Служишь ли ты Богу, или ты хочешь бежать от Бога? Я хотел бы еще обратиться, и может быть у нас в собрании есть люди, которые в своей жизни, может быть, слышали когда-то о Боге. И слышу о Боге, никогда вот как-то вот эта весть о Боге, эти мысли о Боге, эти слова о Боге, как-то вызывают какое-то вот такое состояние, что да, я должен. Может быть, даже есть какое-то угрызение совести, может быть, есть даже какая-то вина, чувство вины. Может быть, есть что-то такое, что да, мне надо будет когда-то исправиться, да, мне надо будет когда-то что-то сделать с этим, да, мне нужно будет когда-то поправить мои отношения с Богом. Дорогой друг, может быть, ты не спешишь к Богу. Не беги от Бога, беги к Богу. Беги по направлению к Богу, спеши к Богу. Потому что вот то, о чем мы говорили, присутствие Божье, быть перед лицом Господним, это самое лучшее место. И через Иисуса Христа есть возможность находиться в присутствии Божьем. Через Иисуса Христа у нас есть право приходить к престолу благодати. Непосредственно к Отцу Небесному. У нас есть такая возможность, это дело через Иисуса Христа. Я умоляю именем Господним, беги к Богу, иди к Богу, не уходи от Бога. Людям свойственно. Тогда, когда мы что-то делаем, и особенно тогда, когда что-то плохо делаем, когда что-то делаем неправильно. Людям свойственно. Избегать друзей, избегать братьев и сестер, и даже избегать Бога. И в какой-то момент, вот есть такая, знаете, неправильная мысль, и может быть даже в какой-то мере глупая мысль, что если я не обращаюсь к Богу, может быть Бог как-то не видит или занят другими делами. Он видит, он знает. Он хочет, чтобы ты пришел к нему. Чтобы ты пришел и сказал, Господи, я устал бежать от Тебя, я хочу идти к Тебе, я хочу быть в Твоем присутствии, я хочу наслаждаться общением с Тобой. Потому что без того общения мы несчастны. Человек сотворен для общения с Богом. Дорогой друг, не беги от Бога, беги к Богу, спеши к Богу, для того, чтобы поправить свое отношение с Богом, для того, чтобы быть с Богом. Я хочу еще раз и еще раз сказать, друзья, что мы с вами, Церковь Иисуса Христа, мы призваны к тому, чтобы быть миссионерами для Господа. Может быть вы заметили уже, вот у нас есть плакат, висит там на русском языке, на нем написано, и будете мне свидетелями, где в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и дальше, и даже до края земли. Мы сейчас будем молиться, и после молитвы у нас еще будет одно служение. И в этом служении мы будем говорить о людях, которые хотят посвятить себя на служение Господу. Но если Господь тебя касается, если Господь тебя призывает, чтобы ты бежал к Нему, шел к Нему, поправил свои отношения с Богом, сделай это сегодня. Если Господь напоминает тебе о том, что ты должен быть вот и миссионером для Него, в Его славу, для Его радости, Ответь согласием на Божий призыв. Давайте сейчас встанем, помолимся. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 На небесах я буду жить, на небесах и песни славы не славная, со всеми мы, 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 я буду жить. Когда порут темные годы, настанет вечная пора, забуду горе и невзгоды в том мире, где нет слез и зла. На небесах я буду жить, на небесах и песни славы не славная, со всеми мы, со всеми мы, со всеми мы, со всеми мы, я буду жить. Чертога крадостного края, не будем мы нужды терпеть. На небесах я будучи, на небесах и песни славы не славная, со всеми мы, со всеми мы, со всеми мы, я буду жить. Зачем иметь, если я буду быть? Служение посвящения на миссионерское служение. Среди нас есть одна семья, Сергей, Эльвира, Селюковы и их дети. Они услышали, что они знают, что Господь говорит к ним, чтобы они посвятили себя Богу на служении, в миссионерском именно служении. И они хотят скоро уезжать на это миссионерское служение. Вот через два дня у них есть билеты на руках, они будут отправляться в Африку, в Южную Африку и там нести служение. Мы еще чуть-чуть больше от них услышим, несколько слов свидетельства. Но для начала, чтобы напомнить вам то, что они уже совершали, вот и в прошлом году они были, братья подготовили или Сергей подготовил клип. Братья, пожалуйста, включите сейчас клип, который говорит о том, что они делали, где они совершали свой труд, как они это делали. Для того, чтобы немножко больше дать вам понимание, пожалуйста, и аудио тоже включить. Спасибо. 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 Слушаем, вот сестра Альвира скажет вам Сергей. Несколько вопросов. Как вы знаете, что Бог зовет вас поехать на миссию? Какая цель вашего служения? Как вы хотите, чтобы церковь молилась о вас? Вот просто несколько слов. Так, скажи. Приветствую всех вас. Мы, но Сергей уже был в Африке один раз. И он когда приехал, у него было одно желание, чтобы я туда поехала. И когда у нас была такая возможность поехать всей семьей, мы увидели большую нужду. И вот эта нужда, которая там была, она очень-очень поразила нас. С нами был Джан, он нам показывал детский дом, показывал миссию. И я спросила, почему так? Почему здесь дети сами, никого нету, никто им не помогает. Они просто сидят сами. Игрушек нету. Обуви тоже нету, они просто боссы. Большинство из них были боссы. Он объясняет, что проблема в том, что некому, это очень далеко. И желания такого большого у людей нету. Приезжали люди 2-3 года назад, как-то помогали. А так, просто приезжает кто-то помогает, готовить куша детям. А так дети сами. Ну и у нас такое было в тот момент желание, надо кого-то найти, помочь. Может быть, кто-то согласится поехать. Мы будем как-то поддерживать. Но в тот момент Бог проговорил к моему сердцу и сказал, это ты пойди, ты сделай. И вот с того дня у меня началась борьба. В сердце я думала, нет. У меня такое чувство было, что это не для меня. Есть люди более квалифицированные, люди, которые более смелые, и которые действительно смогут это делать. Африка, это опасно. Это население, которое там находится, 80% больные с ПИДом. Ну, это точно не для семьи. Но в тот момент Бог сказал мне, отвергни себя, свои чувства, свои желания, то, что ты хочешь. Если ты хочешь мне трудиться, ты должна отвергнуть вот эти чувства и действительно отдать все себя мне. Я поняла, что такое отвергнуть себя и свои желания. И Бог самым чудесным образом, через свое слово, через разные жизненные обстоятельства, показал мне, что мы должны ехать туда, мы должны помочь. Мы не должны ждать от кого-то помощи, требовать, чтобы кто-то помогал. Мы должны это делать сами. И мы чувствуем, что Бог хочет, чтобы мы именно там были. Чтобы мы не ехали не только из-за жалости, что нам жалко этих детей. Да, нам их очень жалко. Но мы должны ехать туда, потому что Бог хочет нас видеть именно там. И наш выбор, соглашаться или нет, ехать или нет. И я для себя поняла, что мы должны. Что вы будете делать? Ну, об этом я чуть расскажу. Я тоже начну чуть-чуть, хотел бы пару слов сказать. Во-первых, небольшое такое свидетельство, почему именно, как Бог сказал, почему мы тогда едем. Первый раз, когда мы, если помните, с братьями Ваня Ткач, Саша Ткач, мы ездили, тогда получилась у нас группа шесть парней с других церквей, с другого штата. Мы поехали туда, и мы привезли первый раз одежду в этот детский дом. Мы тогда привезли около где-то 400 паундов детской и подростковой одежды. И когда нам показывали все эти, ну, это организация Doctors for Life, когда они показывали нам все их детские дома, то я увидел сильно большую нужду. Это было в 2012 году. Я спросил, почему, я начал задавать вопросы, почему то не делается, почему то, а вот это можно, вот это было бы лучше. Я говорю, почему вы так не делаете? Они говорят, некого, нету людей. И тогда еще в 2012 году я ясно услышал, что я должен поехать туда и сделать. Ну, я, как Иона, тоже и начал противиться. И я первым вопросом был, я сказал так. Бог, если ты хочешь, чтобы я поехал, я поеду. Но у меня и жена, и дети. Я не могу их взять, заставить и поехать туда. И тогда в 2012 году я начал как бы молиться. Я поговорил с братьями там и попросил их молиться об этом. Я сказал, что если это от тебя, Господь, то дай такие же чувства, какие ты дал мне, моей жене Эльвирой. Мы приехали после этого домой в Америку. Я как бы так в форме шутки намекал. Хани, поедем туда, все. Ну, конкретно у нас разговора не было. И когда, если помните, в начале этого 2013 года, в том году, мы всей семьей поехали в Африку. И чудо произошло. Бог дал точно такие же чувства, как мне, моей жене Эльвирой. И это уже было для меня, мне больше ничего не нужно было знать. Я знал 100%, значит, мы должны туда поехать. И дальше уже Эльвира, как Бог с ней работал, это уже чуть-чуть другой вопрос. Она очень чаще у нее спрашивала, чтобы он ее открывал. И он открывал через Священное Писание. У нее есть Библии, записаны все места, которые он ей сказал. Она просто брала их и записывала. Очень многие спрашивают такие вопросы. Почему Африка? Знаете, в принципе, я не знаю почему, потому что Господь положил на сердце, поэтому Африка. Я понимаю, очень много служения в мире, в России. Мы сами русские с России. Но Господь нас признал в Африку. Дело в том, что Иона тоже сильно не хотел туда идти, потому что те люди, они были поработители. Израильский народ был в рабстве у них одно время. И он не хотел туда. В принципе, как бы и в Африку тоже, это не самое лучшее место, где бы я хотел, может быть, жить с семьей. В Америке намного лучше. Но Господь призывает, мы хотим туда поехать. И вопрос, чем мы будем там заниматься. В данный момент, когда мы приехали, я задавал много вопросов. И у нас, знаете, есть такая поговорка, инициатива наказуема. Один из вопросов был, почему детский дом далеко от миссии. Я сказал, что если детский дом будет рядом с миссией, то это детки, которые ходят с детского дома. Они могут ходить в школу, не в пабликску, а при миссии в школу. И я им говорю, надо детский дом перевезти ближе к миссии. Ну, и в данный момент, как бы, это было, ну, небольшая есть такая проблемка, что у миссии нету фандов, нету денег, что-то делать. И, ну, не у миссии, а вот это организация Докторс Фэллайд. И у них нету человека, кто бы занялся этим делом. И вот в данный момент мы приедем, первое дело, что мы будем делать, мы будем строить здание, новое здание для детского дома. Мы будем перевозить детский дом с одного места в другое. И моя просьба к вам, братья и сестры, я верю в силу молитвы. И в данный момент за нами нету никакой миссии такой, у которой большие средства, нету никакой организации, но я хочу, чтобы вы молились, чтобы... Все деньги, они у Бога. Я знаю, если вы будете молиться, Господь пошлет эти средства. И детский дом построится, и все, что нужно, остальное, все будет сделано. Вот такое. Хорошо. Какие еще молитвенные нужды у вас? Ну, молитвенная нужда, это... Мы не пророки, как Иоанн был, он был у царя, а мы, если так сравнить, мы больше похожи на осликов. Знаете, вот когда Христу нуждало езжать в Иерусалим, попросили иногда ослика, чтобы ослик пришел, чтобы он заехал. Но вот мы больше такие ослики, молодые, неопытные, и идем на служение для царя от царей. Просьба, чтобы вы молились, поддерживали нас в молитве. Хорошо. Вы пока присядьте, наверное, на короткое время. Я хочу сказать еще несколько слов, и после этого мы совершим молитву посвящения, молитву благословения. И я хотел бы, чтобы вся церковь участвовала в этом. Друзья, я... Буквально несколько слов. Откуда вообще берется вот эта идея, что нужно кого-то посвящать на служение на миссионерское? Вообще зачем это? Откуда это? Скажу, что это есть. Это все из Библии взято. Ну, во-первых, мы радуемся и благодарим Бога за то, что Господь проговорил к вам, и вы откликнулись на его призыв. Я хотел бы сказать, что в Новом Завете есть, по крайней мере, три случая, и когда мы читаем о том, что было своего рода посвящение на миссионерское служение. Ну, во-первых, мы читаем об Иисусе Христе, когда Он пришел. Помните, в синагогу своего родного города? Луки 4, глава с 18 по 19 стихи. Он там находится в синагоге, он открывает свиток, книгу пророка Исаии и читает такие слова. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благоверствовать нищими, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Здесь Иисус говорит о том, что Он призван, что Он послан, что Господь Его не только послал, но и помазал, то есть дал Ему, наделил Его Духом Святым для того, чтобы проповедовать благую весть. Он говорит об этом, что у Него есть посланничество. Мы собрались сегодня здесь, и, друзья, у нас у каждого тоже должно быть посланничество, по крайней мере, вот наши братья и сестры, наш брат и наша сестра, они говорят, что Господь посылает их, они слышат этот призыв от Бога идти и трудиться именно там. Посмотрите, мы видим еще один момент того, что Господь повелевает, или вот такого посвящения на служение миссионерское, именно то, что все христиане должны делать. Посмотрите, мы называем это великое поручение. Евангелие от Матфея, 28 глава с 19 по 20 стихи. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и всея с вами во все дни до скончания века». Иисус ставит перед учениками задачу идти и проповедовать, или идти и делать все народы учениками Иисуса Христа, или проповедовать об Иисусе Христе. Он призывает всю церковь идти и делать это, Он призывает всех. Посмотрите на то, что Он говорит в других текстах, что поля созрели, жатва наступила. Мы свидетели тому, что Он призывает вот наших братьев и сестер, и тех, кто являются нашими членами церкви, тоже призывает на это служение. И еще один момент мы можем увидеть, то, что не только у Иисуса Христа было посланничество, не только для всей церкви и для учеников Иисуса Христа есть посланничество, есть посвящение. Но даже для отдельных людей в Новом Завете есть посвящение. Посмотрите, апостол Павел говорит о себе. Деяние апостола, 26 глава, с 16 по 18 стихи. Здесь апостол говорит то, что он услышал от Бога, что Иисус призвал его. Посмотрите, написано так. Но встань и встань на ноги твои. Здесь Павел говорит о том, что Иисус сказал ему эти слова. Встань и встань на ноги твои, ибо Я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что Я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, к которым Я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и веруя в Меня, получили прощение грехов и жребий со священными. Посмотрите, здесь Иисус конкретно посылает апостола Павла, дает ему служение, говорит о том, какое у него будет служение. Это вот такой вот индивидуальный призыв, личный призыв. И вот точно так же, как это было у апостола Павла, что у него был личный призыв, мы верим, что действительно, по тому, как вы свидетельствуете, что Господь также посылает вас. И поэтому наше желание сегодня напомнить вам, что это служение будет непростым, что вам нужно бороться, вот именно иметь все оружие христиан, христианского воина, вот как христиане должны иметь, помните, как в послании Ефесиным в 6 главе написано, оружие истины, оружие праведности, мира, веры, спасения, меч, который есть Слово Божие, Духа Святого и молитвы. Все это должно быть у вас. И вы должны иметь это и пользоваться этим для того, чтобы противостоять козням дьявольским, который пришел украсть, убить и погубить. Вы будете делать другое. Вы будете делать созидательную работу для царя царей, для Господа. И пусть Он вас наделит силой, мудростью, даст вам все необходимое, что вам нужно будет там тогда, чтобы вы верно исполнили то, что Он поручает вам. Итак, я хотел бы сейчас пригласить вас сюда. Я хотел бы попросить всю церковь подняться. Пожалуйста, пусть вся семья выйдет. Вы можете склониться здесь. Господи, пожалуйста, спасибо за этот день. Пожалуйста, благослови нашу поездку в Африку. Пожалуйста, благослови нашу семью. Аминь. Пожалуйста, благослови нашу семью. Аминь. Дорогой Небесный Господь, я Тебе очень благодарна за то, что Ты показывал милость Твою, Господи, на нашу семью. Тебе благодарна, что Ты спас нас, даровал нам спасение. Также дал нам служение, Господи. Мы просим Твоего благословения, чтобы Ты вел нас, чтобы Твоя благодать и милость всегда присутствовала с нами. Чтобы мы были чисты во всем. Господи, чтобы мы всегда могли слышать Твой голос, когда Ты будешь говорить к нам. Камагин, иметь очень чуткое ухо, Господи. Ты знаешь все трудности, Ты знаешь все переживания. Мы все приносим это к Твоим святым ногам. И чтобы Ты дал силы и дал особенного благословения на нашу семью. Благослови также и Сережу, чтобы он имел особенную силу от Тебя, Господи. Также наших деток благослови. И все, что мы будем делать, чтобы Ты принял эту жертву, это служение от нас. Аминь. Дорогой Иисус, слава Бога на тебе за то, что Ты Бог великий. За то, что Ты еще призываешь людей к себе на служение, Господи. Спасибо Тебе за то, что Ты призывал нас. Господи, мы отдаем себя Тебе, Господи. Используй так, как это угодно, воле Твоей, Господи. Пожалуйста, прибудь с нами. Мы верим, что Ты прибудешь, Господи. Мы верим, что Ты благословляешь, потому что это Ты нас посылаешь. Прошу Тебя, Господи, прибудь с нами. Сохрани нас от всего нехорошего. Ты знаешь, как там опасно, Господи. Благослови деток наших. Нас благослови, Господи. Благослови церковь, Господи, за то, что они молятся за нас, благословляют нас. А мы за все будем благодарить Тебя, как Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогой Господь, еще совсем недавно лет сто назад призыв поехать в Африку был похож на смертный приговор. И немногие миссионеры возвращались из Азии и из Африки. Большая часть погибала там. Но они не боялись этого, потому что хотели исполнять Твою волю. делать то, что Ты поручаешь и то, что Ты призываешь, Господи. И эту семью мы сейчас придаем в Твои руки и просим Твоей благодати. мы, вся церковь, Господи, каждый из нас, мы просим, чтобы Твоя благодать была над ними, Господи, чтобы Ты сохранил, чтобы Ты помог, чтобы Ты благословил. сегодня может меньше физических опасностей, но и даже физические опасности есть. Мы просим Тебя, Ты сохрани от болезней. Сохрани от всяких злонамеренных людей, Господи. Пусть везде, где они будут, чтобы ангел Твой ополчался и был рядом, Господи. Сохрани их в руках Твоих. Благослови, Господи, и помоги. Самое главное, чтобы в духовном отношении, чтобы они были сильными. Чтобы ничто не могло поразить их, но чтобы они имели силу от Тебя, Господи. Я прошу Тебя, Ты защити их в духовной сфере, в той стране, где много колдовства, где много темных сил. Мы просим Тебя, чтобы Ты сам оберегал их и хранил. Чтобы Твоя защита была над ними и с ними, Господи. Благослови и защити их. Мы просим Тебя, чтобы Ты дал им силы быть верными Твоими свидетелями и говорить о Тебе верно, не повреждая Слово Истины. Господи, молю Тебя, благослови детей. Помоги им, Господи, чтобы они могли, видя пример родителей и посвященность родителей, чтобы они сами могли верить в Тебя, служить Тебе. Благослови, Господи, Сергея, как главу семьи, и надели его силой, чтобы он мог нести служение, то, которое Ты дашь там. Благослови Эльвиру. Помоги ей также все то, что нужно будет делать, делать во славу Твою. Благослови их там, Господи. Когда они будут ехать туда, Ты храни в пути и оберегай, чтобы их выезд и пребывание там было во славу Твою. Благослови, Господи. Мы просим милости Твоей, благодати, защиты. Благослови и помоги, чтобы они могли любить Тебя и в этом также расти и приносить плод для Тебя. Славим Тебя, благодарим Тебя, поклоняемся Тебе за все, Богу, нашему Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Божьих вам благословений. Пусть Бог вас благословит, укрепит, поможет. Пусть Бог вас благословит, укрепит, поможет. Лишь в глазах открою рано утром. Он в небесной синеве, пробужденной на заре, сияньем чудным. Всюду Ты, бесконечный Бог-Творец, бесконечный Бог-Отец, в Своем Слове неизменный. Ты, обитающий в сердцах, на земле, как в небесах, будь благословен. Всюду Ты, Бог благой, слава Тебе во веки слава. Всюду Ты, Бог благой, слава Тебе во веки слава. Вижу Бога каждый день. Он в прощальном крике журавлина. Манит душу за собой, в край далекий неземной, летящим клинам. Всюду Ты, бесконечный Бог-Творец, бесконечный Бог-Отец, в Своем Слове неизменный. Ты, обитающий в сердцах, на земле, как в небесах, будь благословен. Всюду Ты, Бог благой, слава Тебе во веки слава. Всюду Ты, Бог благой, слава Тебе во веки слава. Вижу Бога каждый день на пути моем, ведущем в небо. В сердце духом Ты живешь, песни те, что Ты даешь, дороже хлеба. Всюду Ты, бесконечный Бог-Творец, бесконечный Бог-Отец, в Своем Слове неизменный. Ты, обитающий в сердцах, на земле, как в небесах, будь благословен. Всюду Ты, Бог благой, слава Тебе во веки слава. Всюду Ты, Бог благой, слава Тебе во веки слава. Всюду Ты, Бог благой, слава Тебе во веки слава. Всюду Ты, Бог благой, слава Тебе во веки слава Тебе во веки слава. Мир вам, братья и сестры, в четверг были похороны сестры Светланы Костюк, и все дети были, передавали вам сердечный привет. Также и другие братья и сестры, которых вы знаете, которые жили в Кишиневе, в Молдавии, все передавали вам сердечный привет. Пусть Бог благословит каждого. Продолжение следует... Мы будем выезжать отсюда с этого места в пятницу до четвертого января в два часа дня. Они должны будут принести permission sleep и принести стоимость лагеря будет 85 долларов. Моя просьба, мое желание, чтобы все дети поехали. Бывает, слышишь, иногда ребенок не поехал и слышишь, что денег не было. Сэкономьте на чем-то другом, братья и сестры, но пусть дети поедут в лагерь. Мы готовимся, и это незабываемое время для них. И следующее объявление. Вот эти кружки, которые происходили по субботам, мы их как бы отменяем до февраля, потому что в следующую субботу здесь будет конференция, потом в лагерь они поедут, поэтому кружков не будет до февраля. Помните об этом. Спасибо. Спасибо. У меня, кстати, сестры написано, милосердный благотворит душе своей, так и мы, наверное, в своей жизни. У меня есть друг один хороший, он на пенсию в этом году будет, говорил, выходить раньше обычного, и он мне говорил, что хочу поехать в Африку Южную строить что-то. Я говорю, ты же не проповедник, ты же не... Он говорит, нет, хочу поехать строить вот именно в Южную Африку. Я ему сегодня позвоню, я поговорю с ним, вам дам телефон, он, по-моему, в этом году хотел ехать, поэтому мы с ним... Разговор у нас был в прошлом году, и я так как бы выпустил его, но сейчас вспомнил этот разговор. Он здесь живет, в Миннеаполисе. Братья и сестры, у нас есть объявление, братский совет во вторник, пожалуйста, служителя и проповедники, приходите, желательно, обязательно, или в мере возможности. Еще объявление, спевка третьего хора завтра, в понедельник, не забывайте. То конференция, которая будет, особенно молодежи, приходите, там будут стенды, там будет показано, как люди делают, как ездят. Вот представьте себе, если бы не было деяния апостолов, то как бы мы знали вообще, как церкви строятся. Вот приходите, особенно молодежь и другие, посмотрите, как вообще миссионерское движение и в нашем союзе, в этом американском, оно и в нашей церкви развивается и продолжается. Еще будет, значит, обед, там Селюковы делают фанрейзинг, общение будет, вот, обед будет, и если будет участка в фанрейзинге, пожалуйста, они приглашают. Приглашают. Поступили записки, сестра благодарит за перелет Славы, который перелетел. Еще спевка мужского хора сегодня в 4.30, пожалуйста. И спевка первого хора не будет, приходите, в 6 часов садитесь в хор. Хорошо? Вы так хорошо поете, вам не надо сегодня спевка, пожалуйста. Еще, братья и сестры, записки есть. Сестра Лиля в больнице и получил записку. Я и там прочел Васина Лиля, она в больнице, за него молится. И Таня просит о брате своем о его здоровье, чтобы помолиться. Мы встанем, братья и сестры. Если у кого есть привет, пожалуйста, скажите. Нету? Да, пожалуйста. Маргарита приезжает сегодня. Хорошо. Часть группы возвращается с миссионерского служения. Окей. Вот еще сказали, что группа возвращается с миссионерского служения. Виталий Викторович молился о них, чтобы они там в России были. Они тоже будут ехать, помолимся о них. Боже наш, мы благодарим Тебя за этот день, за это воскресное утро. Благодарим Тебя за Слово Твое, Господи, чтобы мы любили друг друга. Ибо в этом большая заповедь, Господи. Она была от начала и новая заповедь, Господи. Благодарим Тебя, Господи, за Слово Твое. Благослови, чтобы мы в сердце в своем, Господи, всегда чувствовали голос Твой, знали, когда Ты нас посылаешь, где и что и как говорить. Господь наш и Бог наш. Благодарим Тебя, что Ты напоминанием пробуждаешь в каждом из нас чистый смысл. Благослови, Господи, вот будут возвращаться и наши сестры, Господи, братья оттуда с России. Пошли, милость Твою, благословение Твое и охрану Твою. Благослови, Господи, или в больнице, которые пошли исцеление, пошли врачам благословение, всякий разум, всякую мудрость для исцеления. Благодаря сестра Таня, Господи, и просит о брате своем и о здоровье его, чтобы Ты, Господи, подкрепил здоровье и послал ему милость и восстановил. Господь наш и Бог наш. За все милости, которые, Господи, Ты оказываешь нам. Как, Господи, мы поем, сколько Ты милости творишь нам ежечасно, ежеминутно, ежесекундно. Благодарим Тебя за все это. Благодарим, что мы дети Твои, что мы, Господи, одни из самых счастливых людей на земле, что мы, Господи, в Церкви Твоей состоим, что мы дети, Господи, Отца Небесного. Благодарность Тебя за это. Что мы имеем сердца добрые друг к другу. Благослови нас и распусти нас Твоим отцовским благословением. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа добрибудет со всеми нами. Аминь. Собрание наше окончено, братья и сестры. Субтитры создавал DimaTorzok